Расскажите свои крутые истории на тему «Нет времени объяснять». Погнали! Мы с другом ехали на машине. Вдруг он кричит «Тормози!» указывает через дорогу. Но почему? «Нет времени объяснять! Погнали!» Поэтому я нажал на газ и едва избежал столкновения. Через дорогу я вижу то, что он заметил первым. Мужчина ругается с женщиной и начинает выходить из себя. Мы начинаем выходить из машины, он видит нас, хватает ее сумку и садится в свою машину. Мы запрыгиваем в машину и бросаемся в погоню за ним. Я протягиваю другу свой телефон, и он звонит в полицию. Все заканчивается тем, что мы возглавляем автомобильную погоню, а офицеры медленно собираются за нами. Наконец, мы догоняем его у дома и блокируем подъездную дорожку нашей машиной, когда он выходит и бежит за дом. Зная, что мы не имеем права преследовать его, мы позволили полиции сделать свое дело, но мы проверили его машину. В ней были дети. Позже полиция допросила нас и сказала, что это дети той женщины, и если бы мы не последовали за мужчиной, они, возможно, не нашли бы машину. Мы чувствовали себя настоящими героями. Мы с корешами отправились в стрип-клуб. Одна стриптизерша спросила меня, не хочу ли я приватный танец. Я спросил, сколько это стоит, и она ответила, что 20 долларов. У меня были только 20 долларов, так почему бы и нет? Я сажусь, и она начинает танцевать. Начинается следующая песня, и она продолжает. Я подразумеваю, что это все один танец, но математика стриптизерши всегда превосходит логику. Она говорит, что я должен ей 40 долларов. Я сказал ей, что это всего лишь один танец, и у меня есть только 20 долларов. Она зовет вышибалу, который хватает меня за плечи и тащит к банкомату. Когда я снимаю еще 20 долларов, стриптизерша кричит на меня, рассказывая вышибале, как я пытался ее ограбить и так далее. Наконец я отдаю ей 20 долларов, она засовывает их за подвязку и уходит. Я ловлю взгляд моего друга, машу ему и говорю, нет времени объяснять, но нам нужно уходить сейчас, будет офигенно. Когда стриптизерша засунула мои 20 долларов себе за подвязку, вся ее пачка денег, заработанных за ночь, выпала на пол. Я поставил ногу на деньги, поднял их так аккуратно, как только мог, и вышел через парадную дверь. Я разбогател примерно на 200 долларов, плюс мои первоначальные 40 долларов. Если бы она не была такой сукой и не пыталась меня облапошить, я бы никогда не сделал ничего подобного, но в то время это казалось правильным. Однажды вечером мне позвонила сестра. Когда я поднял трубку, она явно бежала и запыхалась. Я только успел разобрать, как она сказала, открой входную дверь, прежде чем связь оборвалась. Поэтому я подбежал к входной двери, схватив самую тяжелую вещь, которую смог найти по пути, кстати, это был альпинистский шлем. Распахнул дверь и вышел как раз вовремя, чтобы увидеть, как она вбегает в дом мимо меня. Я захлопываю дверь и жду, пока она отдышится. За мной гнался гигантский гребаный фазан всю дорогу от Теска. Не волнуйся, у меня есть это. С этими словами я надел альпинистский шлем и сказал ей, чтобы она позвонила в полицию, если я не вернусь через 5 минут. Мы с женой устроили ночевку у моего друга. У него был великолепный участок земли. У нас была палатка, хороший маленький костер, и мы только что закончили ужинать, оставив на гриле то, что не доели. Мы услышали вой койота примерно в километре от нас и подумали, что запах еды может привлечь диких зверей. И, наверное, нам стоит собрать вещи и вернуться в дом на ночь. Кореш приехал за нами на своем старом джипе. В самый разгар сбора вещей он закричал, садитесь в машину сейчас же! Я запрыгиваю на пассажирское сидение в тот же момент, когда он садится за руль. Джип трогается с места, я выбегаю из машины, подхватываю жену одной рукой и сажаю ее к себе на колени. Ах да, я забыл упомянуть, что она слепая. Мы едем по очень ухабистой грунтовой дороге без подвески на скорости 50 км в час. Все, о чем я мог думать, это сцена в парке юрского периода, где чувак, сидящий сзади, говорит, нужно ехать быстрее. За нами гнались койоты. Мы подъехали к дому, наверное, им не понравился свет или запах цивилизации, и они ушли. На следующее утро мы увидели, что они обошли весь лагерь и повсюду были отпечатки лап. Оказывается, мой друг видел, как стая блестящих глаз уставилась на нас прошлой ночью. Нам повезло. Вскоре после окончания школы мой приятель устроился на работу в ночную смену на местную заправку. Мы любили гулять по ночам, поэтому наша небольшая компания зависала там, наслаждаясь бесплатным кофе и газировкой. Там мы познакомились с двумя местными копами из ночного патруля, которые также любили приходить, пить кофе и болтать без умолку. Эти чуваки не были плохими парнями, они просто были немного вспыльчивыми и взбалмошными. Однажды вечером мы болтались возле заправки, познакомились с новым челом. На стоянку въезжает полицейская машина с поднятыми стеклами, и мы не можем толком разглядеть, кто там внутри. И тут окно опускается на 5 сантиметров, оттуда появляется ствол, который направлен на нас. Мы слышим хлоп-хлоп-хлоп и разбегаемся. Это были двое полицейских, которых мы знали, и они стреляли в нас из пейнтбольного ружья. Мой друг, который работал на заправке, смотрит на меня и нового знакомого и кричит «Погнали!». Когда копы отъехали, кореш открывает багажник своей машины, достает полностью заряженное пейнтбольное ружье и бросает его мне. Мы с новичком влетаем в его машину и гоняемся за полицейскими, стреляя пейнтбольными шариками, им часть по шоссе на максимальной скорости. Мы участвовали в этой странной пейнтбольной автомобильной перестрелке несколько часов, охотясь друг за другом. Новичок понятия не имел, что и думать, но держался очень хорошо. Я был на спортивном мероприятии с друзьями. Трибуны представляли собой металлические скамейки на бетоне и располагались амфитеатром, а все служебные помещения и туалеты располагались наверху позади нас. Половина дня прошла, и я захотел выпить. Я также вижу, что погода начинает портиться. Я говорю своим друзьям, что собираюсь пойти выпить и скоро вернусь. Я поднимаюсь по лестнице и вижу самое большое, самое отвратительное грозовое облако, которое я когда-либо видел, и оно вот-вот разразится дождем прямо на нас. Я потащил свою задницу вниз по лестнице, схватил ближайшего к проходу друга и закричал, нам надо уходить. Не знаю почему, но все хватают свои вещи, а затем следуют за мной вверх по лестнице, через фудкорты и туалеты. Внезапно температура падает минимум на 10 градусов, начинаются сильные порывы ветра. Одна моя подруга чуть не потеряла шляпу. Через несколько секунд мы слышим громкий ляск по жестяной крыше туалетных комнат, а потом сильнее и сильнее. Затем за дверью мы видим, что повсюду град, размером с мячи для гольфа. Я работал водителем такси в ночную смену. Я стою и жду очередной заказ, когда к моему такси подходит коренной индеец и спрашивает, не хочу ли я купить пиво. Нет, спасибо, приятель. Ты уверен? Я продам тебе упаковку за 15 долларов. Имейте в виду, что я живу в Канаде, и упаковка обычно стоит около 40 долларов. Я говорю, конечно, и он запрыгивает в машину и велит мне ехать за угол к полю для гольфа. Я настроен скептически, но соглашаюсь. Мы приезжаем, и он бежит в какие-то кусты и выходит оттуда с упаковкой пива. Я смеюсь, даю ему деньги и спрашиваю, есть ли еще. Да, если ты купишь 10 упаковок, я продам их тебе по 10 долларов за штуку. Я дал ему еще 190 долларов. Он бежит к кустам, оглядывается на меня и кричит. Ну что, поможешь мне с ними, что ли? Я иду за ним в кусты, а там тайник полный упаковок пива. Мы берем еще 19 и загружаем их ко мне в такси. Я получаю номер телефона этого милого джентльмена, и мы прощаемся. Я еду домой, время 3 часа ночи. Я жил в доме, стоявшем в ряду таунхаусов. Я вбегаю, бужу соседа по комнате и кричу, нет времени объяснять, пошли. Он бросается вниз, надевает ботинки и идет за мной к такси. Я открываю заднюю дверь, и у него отвисает челюсть. Где ты это нашел? Нет времени объяснять, отвечаю я. И вот мой полуголый друг и я разгружаем 20 упаковок пива в 3 часа ночи. Когда мы закончили, и у меня было время объяснить, мой сосед по комнате дал мне 200 долларов. Мы поехали и взяли еще 20 упаковок, на этот раз из тайника, спрятанного за деревьями в парке возле местного озера. Телефон звонит в пятницу в 8 утра после тяжелой четырехдневной недели в школе. Чувак, собирайся на выходные, мы заберем тебя через 10 минут. Я сразу же подумал, что друг меня троллит, но все равно решил упаковать легкую сумку с самым необходимым. К моему удивлению, мои приятели действительно приперлись. Оказалось, что они не шутили, и мы отправились в поездку в Лас-Вегас. Когда мне было примерно 13 лет, мы с моим приятелем часто ездили на велосипедах в местный супермаркет, чтобы повеселиться. Мы кидали футбольные мячи по проходам, бегали вокруг и так далее. Тогда я подумал, что было бы забавно опрыскать моего приятеля образцом духов. Ему это совсем не показалось смешным, и он погнался за мной. Я бежал и прятался, а охота продолжалась. Используя свои лучшие навыки ниндзя, он тихо крался, пока не увидел меня, присевшего у полок в одном из проходов. Он подкрался ко мне сзади, пристроил свою задницу прямо рядом с моей головой и перданул со всей силы. Он обернулся, чтобы позлорадствовать. Только это был не я. Просто какой-то бедолага осмотрел молотки, которые лежали на нижней полке. Следующее, что я помню, как он пробегает мимо меня. Нам надо валить, нам надо валить, нам надо валить! Мы с другом сидели в баре, который часто посещаем, нас там все знают. Этот бар один из самых отвязных, и на тот момент с нами в баре находилось более 150 человек. Мы были в хлам, так как уже было около двух часов ночи, и только что нам опять принесли выпивку. Я разговариваю с компанией людей рядом со мной, когда мой друг хватает меня за руку и просто говорит, мы должны идти сейчас. Мы за три минуты до этого только что получили напитки, и я был сбит с толку. Почему мы уезжаем? Мы только что заказали выпивку. Сказал я. Я нассал на стойку. Сказал мой кореш. Вот дерьмо, смотрю на пол, а там лужа мочи. Мы оперативно свалили. Мы с подругой гуляли в лесу за ее домом. И вдруг она говорит мне бежать, без объяснений. Я бросаюсь бежать. Позже я узнала, что чуть не наступила на змею. Она знала, что я их очень боюсь, поэтому заставила меня убежать. То же самое произошло возле моего дома несколько лет спустя. Она довольно крутая подруга. Когда мне было 10, я жила в доме, который мой отчим полностью отремонтировал. Я имею в виду, что это была халупа без света и туалета, но через некоторое время он стал выглядеть хорошо. Единственная проблема заключалась в том, что мой отчим был не из тех парней, которого интересовали правила охраны труда и техники безопасности. Поэтому он установил газовый баллон для приготовления пищи примерно в 15 метрах от дровяной печи. И вот однажды вечером мой настоящий папа приехал, чтобы провести выходные с нами. Мы уже собирались перекусить, как вдруг раздался громкий хлопок. И я не шучу, газ выходил из баллона так быстро, что мы могли его видеть. Слава богу, рядом был взрослый. Удача, это все, что сохранило его четверых детей живыми в тот день. Он очень быстро сообразил последствия того, что должно было произойти и взревел так, как я никогда ни от кого не слышала. Все убирайтесь, сейчас же! Я была так напугана, что даже не успела надеть туфли и через 5 секунд уже была на улице. Моя семья последовала за ним. Еще через 10 секунд раздался еще более громкий взрыв, когда газ наконец добрался до печи. Примерно через 5 минут дом был полностью охвачен огнем. Честно говоря, никто не пострадал. Мы получили хорошую страховую выплату. И в результате нам действительно удалось переехать в хороший дом. Но, черт возьми, это было страшно. Честно говоря, мой отец спас мне жизнь. И я до сих пор думаю о том, что случилось бы, если бы мы все были в постели. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые суперинтересные обсуждения. Ну а пока предлагаем посмотреть другие наши видео. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok